Сочинская молодежь присоединилась ко всероссийской акции волонтерский космический забег. Но сначала была разминка, организованная профессиональными тренерами. Более ста человек пришли сегодня на набережную реки Сочи, чтобы начать День космонавтики по спортивному бодро. В забеге у нас приняли участие молодые люди, представители вузов, СУЗов города Сочи, общественных организаций и все неравнодушные, скажем так, к сегодняшнему событию. Дистанция для всех участников составляла 1957 метров, в чей 60-летие начала космической эры человечества, когда СССР запустил первый в мире искусственный спутник Земли с космодрома Байконур. Среди студентов самый маленький участник забега однофамилит знаменитого космонавта Германа Титова, 8-летний сочинец Миши Титов. Он четко знает, кто первый полетел в космос. Юрий Гагарин полетел в 1961 году. Самых быстрых участников космического забега наградили специальными дипломами, в их числе Александр Щукин. Это было на космической скорости для меня. Я долгое время сейчас уже не бегал, не тренировался, работа не позволяла. Но третье место для меня весьма почетно на данный момент. Поддержать молодежь пришел лауреат государственной премии Геннадий Ильич Крамской. В 1955 году он с золотой медалью закончил сочинскую школу номер 10. Затем был Московский университет, аспирантура и работа главным конструктором в системе электронной промышленности. Заодно из разработок области лазерной техники был удостоен государственной премии. Студентам сегодня он рассказал о том, как ему посчастливилось в свои 23 года первый раз увидеть Юрия Гагарина. Заканчивал университет в 1961 году и 12 апреля это было действительно грандиозное ликование, когда мы узнали, что наш советский человек вышел в космос. А 14 апреля мы Гагарина встречали, когда он проезжал по Ленинскому проспекту, недалеко от Московского университета. Все студенты, преподаватели, конечно, вместо занятий вышли встречать и приветствовать первого нашего героя космоса. Первое впечатление произвело, конечно, его внешность, его улыбка. Вы понимаете, она такая какая-то необыкновенная, добрая и солнечная была. Ура! Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.